Так что комментировать, проиграли, будем разбираться, почему, потому что непонятно, вторая игра подряд, команду не узнать, что с ними случилось, разговариваешь, как бы все нормально, как касается игры, вы сами увидели сегодня, ну и плюс, я думаю, что где-то нам сегодня не повезло, почему, потому что игрок Гелиуса руками выбивает при счете 0-0 мяч с пустых ворот, судья не увидел это, ну и пропустили там с непонятной сутоловки, которая произошла там, плюс еще был моментик, забивать надо, но это беда, нет реализации, ну а так же. Перед игрой, перед тем матчем провели серьезную ротацию, много игроков, которые выходили в основном составе, оказались на скамейке запасных, вот с чем это связано и как проявили себя те, кто вот вышел вместо них? Ну, ротация была произведена, вы знаете почему, проиграли на выезде, посмотрели проигранную игру, увидели те ошибки, которые допускали игроки, и дали возможность другим игрокам проявить себя, но я не увидел того, что хотелось бы, конечно, теперь оно видно, что уровень футболистов один, они должны в себе в первую очередь найти, почему так получается, те игры, которые мы им показываем, рассказываем на футбольном поле, на разборе, на теории, выходят делают все наоборот. Ну, это как бы внутреннее наше, разберемся, я так в общем только сказал, и из-за этого сделали, поменяли даже первый тайм, попробовали сыграть другую тактическую схему, вы увидели, да, в одного нападающего, насытить хотели центральную зону, не получилось, ну, плюс, что нам как бы повезло, что ударили игрока, и мы в перерыве сделали быстренько перестановки, вышли опять играть сначала два нападающих, потом уже подключали третьего нападающего, для чего, для того, чтобы сравнять счет и спасти игру, ну, не получилось, не знаю, посмотрим, разберем, вот все. Спасибо большое, мы желаем удачи в дальнейших матчах, это был главный тренер команды Горняк Спорт Сергей Пучков, на этом наша трансляция завершена, до встречи на футбольных трансляциях. Спасибо. 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 Продолжение следует...